Акмолинская область стала первым регионом страны, где обсуждение данных вопросов прошло с участием общественности. Главным вопросом стало разъяснение причин непринятия и недоработки законопроекта о семейно-бытовом насилии. Большой общественный резонанс был вызванный среди акмолинцев. Прежний закон, хотела вам сказать, что действительно он опозван, этого законопроекта нет уже, но вопрос поездки дня не снимается. Во время своего доклада в мире государства был акцентирован вопрос на наличие данной проблемы. Буквально неделю назад министр МВД констатировал факт, что 80% насилия относится к семейно-бытовой сфере, что этот факт имеет место. Замечено было и то, что первый законопроект о семейно-бытовом насилии рассматривался без участия общественности. Акмолинские общественники выразили свои мнения по вопросам развития института семьи, изложили несколько проблемных вопросов, в том числе меры наказания за бытовое насилие, лишение родительских прав. Я изучала тоже зарубежные материалы, куда помещают детей, там в основном везде работают такие фостерные семьи, чего у нас отсутствует в нашем состоянии. Как вы рассматриваете, возможно такое, чтобы мы открывали фостерные семьи, у нас как-то есть приемные семьи, но туда как бы не могут помещать детей, там нужно будет брать только по форме устройства. Чтобы вот эти дети, которые вот для забрания, да, чтобы они все-таки не травмировались и не могли чувствовать все-таки этот семьи. Быть семьи, где есть родители, где есть семьи, да, потому что все равно социальное учреждение, оно все равно сведет свой какой-то негатив в воспитании ребенка. Закон не может содержать один сценарий жизни, потому что я уже как сказала, да, каждая жизненная ситуация может иметь разные обстоятельства. Но каждый альтернативный способ должен предоставлять возможности не только для работы, а именно законные возможности, чтобы не было злоупотребления, чтобы максимальные права детей и интересы детей были предусмотрены, защищены. В ходе встречи отмечено я о необходимости проведения информационно-разъяснительной работы с населением по защите прав женщин и детей. Многие проблемы заключаются в слабой осведомленности о семейно-демографической политике государства, отметила Лезет Рамазанова. Аслана Буталипов, Азамат Бекмагамбетов, Кокши Ахпарат.